А вот скажи, пожалуйста, у тебя подруги когда-нибудь ломали тебе что-то в жизни? Ну, то есть отговаривали тебя от тех или иных отношений или там как-то интриговали? Бывало такое? Ты знаешь, как про меня говорят подруги, при том все. Они даже некоторые другу не знают, знакомые, скажем так, хорошие. То есть я могу позвонить, сказать, ну вот как там тебе то-то, посоветуй. Я выслушаю одну, вторую, третью, но сделаю совершенно по-своему. То есть я люблю послушать мнение других людей, но оно меня затрагивает на 30% из 100. То есть я делаю то, что я считаю нужно. У меня потрясающе развита интуиция, и я всегда слушаю свое сердце. То есть я считаю, что только сердце нужно слушать, потому что разум, он нас вводит в рамки, в страхи. Мы боимся этого, значит, мы туда не пойдем. Мы на самом деле надо туда было пойти, потому что там как раз и была та судьба или та какая-то история, которая нас ждет. И только душа знает правильный ответ. Поэтому я из тех людей, может быть, там романтик какой-то или еще, но я из тех людей, которые слушают себя прежде всего, а потом уже других. Всегда так было? Всегда. С детства. Ну, не может же быть, потому что спортсмен – это человек, который полностью подчиняется тренеру. Ты же вот растворена в воле человека, который там тебя вводит на лед. Всегда так было. Я сказала, с детства, но был перерыв, ты абсолютно правильно подметил, этот перерыв был как раз во время спорта. И когда я бросила спорт в 20 лет, я ужаснулась, что на меня навешали кучу страхов, ограничений, каких-то несвойственных мне поступков. То есть это не надо. То есть, знаешь, я была всегда в детстве очень смелая, открытая, вообще ничего никогда не боялась. Надо было бежать там в гору, я в гору. Бежать туда я бежала. То есть я знала, что со мной ничего не случится. Я была в этом уверена. И я всегда знала, что я дойду и буду в лидерах. А потом спорт, конечно, вот это вот придавило. Но я тебе хочу сказать, что я сейчас очень на тобой работаю. И работаю уже очень давно. Я занимаюсь с педагогами, я читаю какую-то литературу, как мне кажется, которая мне помогает. И я стараюсь убрать это все от себя, потому что я хочу вернуться вот к той девчонке, которой было когда там 10-15 лет, которая горела. И вот когда уже меня начали ломать, когда я пошла на большой результат, когда начали ломать мое нутро, не ломать, а вернее, знаешь, как вот птичку в клеточку вот так вот сажать, знаешь, то одну струночку протянуть, то вторую, то третью. Потом я оказалась в такой клеточке, в клетке страхов, каких-то сомнений, которые меня мучают. А ведь что такое страхи и сомнения? Страх – это боязнь будущего, по большому счету. Ну а как? То есть ты цепляешься на настоящее, тебе вот хочется быть так. А я считаю, что будущее, оно прекрасно, потому что будущее – это неизвестность, это шанс развиваться. А стагнация – это вот держаться за прошлое и за настоящее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».